Немецкая журналистка Алина Лип бросила успешную карьеру и спокойную жизнь в Германии и приняла решение приехать на Донбасс. Алина, сегодня 1 марта 2022 года. Я в России. Я второй раз еду на фронт на Донбасс. Ожидала ли хрупкая девушка, что в одиночку ей будет тяжело? Скорее нет. Жизнь на Донбассе очень тяжелая, особенно когда нет воды и холодно. И я все же одна делаю. Если ты еще читаешь в немецкие СМИ, насколько ты страшная и плохая, и это твоя страна тебе пишет, и они преследуют твою семью, это, конечно, очень больно и страшно. И ты спрашиваешь себя, почему ты это делаешь? Но я же правильное дело делаю, поэтому зачем останавливаться? Вот у нас больше месяца нет отопления и воды. Я использую плиту, чтобы отапливать кухню. Сушу здесь белье. Вот, воды нет. Один раз в день на пару часов дают воду. Но русские очень изобретательны. Они мне показали, как можно из бутылки с крышкой сделать подачу воды, чтобы немного мыть посуду. Это моя спальня. Здесь я под тремя одеялами сплю. Вот, три. Там еще есть шерстяное внутри одеяло. Сама я сплю в одежде, потому что очень холодно. Поехала в серую зону, то есть там, где, ну, между Украиной и Донбассом. Я была в шоке, в глубоком шоке. Вот эти картинки, я их не могу забывать. Они очень страшные для меня. Вы всегда слышите, когда стреляют? Да, да, да. А страшно, когда стреляют?